С движком от самолета. Бешеные машины СССР. В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка. На машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех. В статье есть три видео, залитые на YouTube, поэтому воспроизводить я их не буду. Ссылка на статью будет в описании под видео, перейдете и посмотрите. Видео действительно стоят того, чтобы их посмотреть. Туристы прилепли к окнам автобуса. Они не могли поверить, что на добротном немецком шоссе колесный транспорт обгоняет гусеничная машина. То был спешащий по учебной тревоге основной боевой танк Т-80 группы советских войск в Германии. Вообще, у этой армейской байки хватает вариантов. Дескать, спидометр в тот момент показывал 90 км в час, а обходила автобус аж целая колонна странно свистящей движками бронетехники. Оставим детали на совести рассказчиков-фантазеров. Факт в том, что в 1976 году СССР принял на вооружение первый в мире танк с газотурбинной силовой установкой. Т-80 прозвали «летающим» за великолепные скоростные качества, которые обеспечивал мощный 1000 лошадиных сил, но при этом относительно компактный и легкий двигатель. Он почти моментально запускался даже в лютый мороз, работал тише и плавнее дизия, потреблял любое топливо от солярки до керосина и не боялся перегрева. А для гражданской колесной техники сулил дополнительные преимущества вроде низкой токсичности, увеличенных ресурсов и межсервисного интервала. Ведь трудящихся и изнашивающихся деталей в газотурбинной установке минимум. Однако со временем об автомобилях с моторами от самолета забыли, да и летающие танки попали в немилость. Почему? Автобус не для пассажиров. Активные попытки использовать авиационные технологии на наземной технике советские инженеры предпринимали уже на заре реактивной эры. Но более-менее серьезный оборот дело приняло только после войны в 50-х, а в 1958 году, по другим данным, в 1959. На испытание выкатил суперавтобус Турбонами 053. Конструкторам было не чуждого чувства прекрасного. За основу взяли изящный междугородный ЗИЛ-127, из которого выкинули 180-сильный дизель ЯАЗ-206 со штатной коробкой передач. Взамен на машину поставили экспериментальный газотурбинный двигатель научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. На рисунке известного художника Александра Захарова хорошо видны характерные приметы газотурбинного автобуса Турбонами 053, воздухозаборник на крыше и сопла выпуска. Устроен агрегат был довольно хитро и вместе с тем просто. Первая секция, так называемый генератор газа. Воздух засасывался приемной трубой на крыше автобуса, чтобы глотать поменьше губительной для турбин пыли. Поступал в центробежный компрессор внутри двигателя и далее под давлением в кольцевую камеру сгорания. Сюда форсунки подавали топливо. Рабочая смесь воспламенялась, образуя газовый поток температурой 850 градусов. Раскаленные газы устремлялись на турбину привода компрессора. Они закреплены на одном валу и цикл повторялся по новой. Вал компрессора обеспечивал работу всех вспомогательных агрегатов от масляного и топливного насоса до вентилятора и насоса гидроусилителя. А вот за привод колес автобуса отвечала вторая секция. Тяговая турбина, механически с первой не связанная. Вращал ее тот самый газовый поток, отдавший часть энергии компрессору. На реактивных самолетах эта струя вылетает наружу через сопла. Да так активно, что частота достигала 17 тысяч оборотов в минуту. Поэтому после тяговой турбины стоял понижающий редуктор. Дается схема. Схема 350-сильного газотурбинного двигателя NAMI опубликовал журнал «За рулем» в номере 4 за 1960 год. Затем автобус отправился на второй цикл испытаний, как говорят, с дефорсированным вдвое мотором. Газотурбинный двигатель оказался в два раза легче дизеля, компактнее и при этом почти вдвое мощнее – 350 лошадиных сил. Разработчики Турбонами 053А Душкевич и М Косов в 1960-м докладывали со страниц журнала «За рулем», что на испытаниях суперавтобус развивал запредельный по тем временам 160 км в час, а в теории мог разогнаться до 200. Разумеется, возить пассажиров с такой скоростью не планировали, да и ходовая часть не справлялась, машина выходила из-под контроля. Кузов вагонной компоновки для лабораторий на колесах выбрали из-за удобства размещения исследовательского оборудования и контрольных приборов, но сам факт, как говорится, внушает. Газотурбинная установка отличалась близкой к идеальной характеристикой крутящего момента и хорошей эластичностью, поэтому в специально разработанной на зеле коробке передач было всего две ступени. Переключались они пневмоприводом при повороте небольшой рукоятки на передней панели, а водитель управлял машиной, словно на ней автомат стоял, двумя педалями, газом и тормозом. Сцепления, равно как нейтральной ступени в трансмиссии, не было. На испытаниях турбонами 053 намотал больше 15 тысяч километров со средней скоростью 80-100 километров в час. Поломки случались, но в целом газотурбинный агрегат оказался выносливым, хотя инженеры насиловали его жестко. В жару температуру в моторном отсеке доводили до 65 градусов. В бак заливали все подряд – керосин, солярку, бензин. На морозе в минус 26 сразу после старта заставляли раскручиваться до предельных оборотов. К слову, запуск двигателя в холода занимал всего 30 секунд. И все же турбонами 053 остался в единственном экземпляре, пусть неоднократно перестроенном в угоду тестовым задачам, потому что многочисленные достоинства жирно перечеркнул один главный недостаток – непомерный расход топлива. Он был так велик, что разработчики из нами со страниц за рулем постеснялись назвать конкретные цифры. Буратино из Кременчуга. И все же тему газотурбинных двигателей не забросили. Уж слишком серьезной виделась выгода для большегрузного транспорта. В 1970 году надежды воплотились в документ. В СССР утвердили план внедрения таких силовых установок на серийные модели, подключив к программе основные грузовые автозаводы страны и производители комплектующих. К тому моменту на газе родилось целое семейство газотурбинных двигателей под названием ГАЗ-99. Технологический прорыв, казалось, был близок. На фотографии КРАЗ-260Е выглядел неказисто, но больше страдал из-за постоянных поломок трансмиссии. Далее эксперименты ввязался КРАЗ. В качестве агрегата-носителя выступила свежая на тот момент модель 260. Вот только Гурьковская силовая установка оказалась настолько громоздкой, что не влезла под штатный капот. Пришлось удлинять оперение, из-за чего опытный КРАЗ-260Е 1974 года стал похож на Буратино. А еще вылезла ожидаемая проблема с трансмиссией. Выходной вал тяговой турбины разгонялся до 35 тысяч оборотов, поэтому специальную коробку пришлось заказывать в Венгрии. Братья по соцлагерю подвели, а агрегат постоянно ломался, чем вызвал гнев заводчан. А в остальном дело вроде бы шло неплохо. Газотурбинный двигатель развивал 350 лошадиных сил, весил вдвое меньше дизеля, при этом на номинальном режиме потреблял на 20% меньше топлива. В 1976 на испытание выехал КРАЗ-2Э-260Е с модифицированной силовой установкой. Ее габариты удалось сократить, поэтому от обычного грузовика экспериментально отличался лишь толстыми выпускными трубами за кабиной. Видимо, таким образом пытались уберечь окружающих от выжигающих отработавших газов. Мощность выросла до 360 лошадиных сил, расход упал еще сильнее. На фотографии КРАЗ-2Э-260Е уже почти не отличался от привычного советскому народу грузовика. Вот только с постоянной скоростью и нагрузкой автомобиль не ездит. Дорожные условия меняются, а газотурбинному агрегату это очень не нравится. На разгонах, торможениях, прочих переходных режимах он начинает не потреблять, пожирать топливо. Побороть эту особенность кременчугские инженеры так и не смогли. Работы по проекту свернули. Хотя, например, на кафедре двигателей Московского государственного технического университета МАМИ стенд с газотурбинными КРАЗами и в начале нулевых сообщал о перспективах авиационных силовых установок в народном хозяйстве. Резвые пионеры. Удачнее сложилась судьба советских гоночных газотурбинных автомобилей. Причем спорткары развивались отчасти быстрее гражданских моделей. Уже в 1960 году и Тихомиров переоборудовал в московском городском автомотоклубе рекордный Харьков Л1, заменив поршневой мотор на пару турбин, добытых на оборонном заводе. Причем они вращали только колеса, как и полагалось международными техническими требованиями. Чтобы исключить даже частичное использование реактивной тяги, выпускные патрубки вывели перпендикулярно бортам. На фотографии. Пионер 2М сохранился до наших дней. Машина выставлена в Рижском мотормузее. Так на свет появился Пионер 1. При массе автомобиля 485 кг газотурбинные двигатели суммарно развивали 100 лошадиных сил при 50 тысячах оборотов в минуту. Замер предельной скорости, по воспоминаниям современников, показал 251 км в час. Неплохой результат, видимо, обудрил конструктора и Тихомеров взялся за модернизацию машины. Пионер 2 потяжелел на 10 кг, однако при этом заметно прибавил в мощности. Отдача силовой установки выросла до 135 лошадиных сил. Неудивительно, что диковинный гоночный аппарат сходу преодолел рубеж в 300 км в час. В то время ни один советский автомобиль не ездил так быстро, а следом появился еще более мощный 160-сильный Пионер 2М. Х-Ди-7 было тесно на трассах Советского Союза, зато рекордной машине нашлось место на почтовой марке. И сбоку фотография. На испытаниях вездехода-амфибии ЗИЛ-132П авиационный турбореактивный двигатель использовали для резкого повышения тяги при выходе из воды на сушу. В серию такое решение, разумеется, не пошло. В 1963 году Тихомиров за рулем пионера установил на высохшем озере Баскунчак рекорд средней скорости на отрезке 1 км со стартом с ходу 311,4 км в час, что в тот момент перекрывало лучшее мировое достижение. А всего с 1961 по 1972 год резвый пионер побил аж 13 скоростных рекордов. В 1965 году эстафету принял Харьковский автодорожный институт. В. Никитин установил на Харьков-7 двухвальный газотурбинный двигатель ГТД-350 от вертолета Ми-2 мощностью 400 л.с. при 45 тысячах оборотов в минуту. Переименованная в ХАДИ-7 машина массой порядка 840 кг в теории развивала до 400 км в час. Но трагедия заключалась в том, что в СССР не нашлось подходящей трассы, чтобы полностью раскрыть потенциал болида. Тем не менее, ХАДИ-7 отметился в истории четырьмя всесоюзными рекордами скорости. Зато мы делаем ракеты. Газотурбинные машины имели виды и военные. О бронетехнике сейчас не будем, это отдельная история. А вот с колесными шасси активно и довольно долго экспериментировали и в Брянске, и в Москве, и в Минске. В итоге, после серии экспериментов на МАЗе, в 1985 году родился царь-тягач модели 7907, настоящий исполин длиной без малого 30 метров, с движком от того самого летающего танка Т-80 и всеми ведущими колесами в количестве 24. Уникальную машину с экзотической электротрансмиссией газотурбинный агрегат крутил генератор, а тот вырабатывал ток для индивидуальных электромоторов каждого из колес. Прочили в транспортеры межконтинентальных баллистических ракет «Селена-2». Два опытных экземпляра в режиме строжайшей секретности вышли на испытания на полигоны и в действующую армию. Результаты оказались спорными, и проект в ожидании развязки развалился вместе с Советским Союзом. Дембельским аккордом для МАЗ 7907 стала гражданская миссия. В 1996 году одно из опытных шасси перевезло 88-тонный теплоход с реки Березины на озеро Нарыч. Машина прошла 250 километров, а на обратном пути испустила дух. Отказала электротрансмиссия. Похоже, уже навсегда. Автор Юрий Урюков, заместитель главного редактора «Авто Майл.ру». С движком от самолета. Бешеные машины СССР. Продолжение следует...